Дорожная развязка Добавить побольше горчицы решили аграристы в Раполе. В регионе почти в два раза увеличили площадь посевов этой культуры. Теперь она занимает на полях почти 18 тысяч гектаров. Из горчицы получают масло, производят жмых и делают горчичный порошок. Все это можно использовать в пищевой промышленности, парфюмерии и медицине. Кроме того, обильные посевы горчицы – это страховка на случай, если не взойдет озимый рапс. Состояние будущего урожая на контроле в Министерстве сельского хозяйства края. В Железноводске на средства курортного сбора отреставрируют Теренкуры и Зеленый театр. В администрации города определили объекты курортной инфраструктуры, которые благоустроят в ближайшие три года. В график 2021 года включено восстановление Зеленого театра. А средства, собранные в 2022-м, пойдут на восстановление и благоустройство теренкуров на северной части горы Железной. С момента введения курортного сбора турпоток в Железноводск ежегодно растет более чем на 7% отдыхающих. Стало больше туристов, которые приезжают в город не впервые. Волонтеров-медиков Ставрополя признали лучшими в России. Активистов честовали на форуме добровольцев, который прошел в Сочи. Региональное отделение Всероссийского общественного движения начало функционировать в крае с мая 2018 года. Его представители задействованы в работе большинства медучреждений. Помимо этого волонтеры сопровождают спортивные и массовые мероприятия, повышают уровень медицинской грамотности граждан и содействуют ратвитию донорства крови. Дед Мороз из Великого Устюга проведет елку в Ставрополе. Новогодний волшебник побывает в краевой столице 8 и 9 декабря. В планах сказочного героя провести торжества в социальных учреждениях, а также устроить праздник для всех маленьких жителей. Общая встреча с Дедом Морозом для всех желающих пойдет 9 декабря в 14.00 на площади перед Ставропольским дворцом культуры и спорта. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова